здравствуйте у нас сегодня 2 мая и на улице так как на улице очень пасмурно и в общем очень так прохладно гулять не хочется мне у меня снова такое возникло желание снять вам разговорное видео тем более что мне хочется поговорить с вами у меня некоторые вопросы я попытаюсь сразу ну 23 сделать видео в общем как-то у меня было одно видео о дружбе вообще о дружбе и вот снова снова я хочу поговорить я даже не хочу не о дружбе поговорить вообще о таком понятии как предательство предательство вот конечно предательство это очень ну как бы сказать очень поступок как объясняет его в психологии объясняет предательство это оставление близких людей в беде так так перефразируется вот это объясняется вот этот термин что такое предательство вот и конечно же всех нас это в жизни касалось самое конечно болезненное предательство это когда нас предает любимый человек то есть любимый человек когда придает это очень больно предательство близких тоже тоже иногда бывает необъяснимое и естественно предательство друзей ну предательство друзей конечно не в такой мере потому что друзья все-таки это не настолько близкие люди все равно, не настолько близкие люди и иногда я думаю, что мы, можно сказать, сами виноваты, что мы считаем, что это близкие люди а это просто, ну как бы люди, которые особо к нам по духу и не были близки вот как же объясняет психология, почему человек у нас всегда, какой у нас всегда вопрос, почему со мной так поступили почему со мной так поступили почему меня предали ну как психология объясняет, что причины предательства, это первое это эгоизм значит эгоизм, второе это слабость слабость, трусость вот ну первое, конечно, эгоизм ну во-первых когда мы ну я не буду сейчас рассматривать вот предательство близких предательство в семье потому что ну я как бы я не знаю, почему почему близкие предают друг друга ну я думаю, тоже из-за эгоизма какого-то ну например почему родители вдруг сдают своих детей в детский дом ну ведь это же предательство ну от того, чтобы освободиться от абузы, я думаю это эгоизм, трусость, слабость то есть люди хотят как бы избавиться от ну как бы от лишних может хлопот причин почему дети сдают своих стариков в интернат и то же самое избавиться от ну от какой-то причины там от надоедливой ну освободиться жить свободно предательство предательство любимого человека это тоже эгоизм то есть когда тебя предает любимый человек в какой-то степени мы тоже виноваты в том, что мы наделяем чертами людей которых любим которых нет в принципе у этих людей и сами же потом обжигаемся то есть нам кажется что наш любимый человек нас предал но в реальности это был совсем не тот человек которого вы себе в голове навоображали это особенно женщин касается мужчины они как-то более попроще поприземленнее мне кажется они как-то не так реагируют сильно как вот женщины женщины особенно которые долго находятся в одиночестве и они начинают как бы фантазировать сочинять и начинают хвататься за первое попавшееся дерьмо и потом его наделять какими-то признаками какими-то там о которых мечтал а человек в реальности не такой он там ну раз он начал общаться с этой женщиной значит у него какие-то были основания на это какой-то свой интерес а когда интерес закончился то то интерес к женщине тоже как бы закончился и все и все и до свидания женщина вся в слезах он меня предал а в принципе перед ней не был тот человек который ну которым она воображала что перед ней такой человек вот ну вот я хочу вот сейчас именно вот я хочу поговорить о предательстве друзей вот тут тоже очень сложно сказать вы же не знаете этого человека с которым вы познакомились например ну хорошо есть друзья с детства вот вы со мной согласитесь что именно редко предают это друзья с детства я думаю что это происходит от того что в детстве у нас как бы нет еще меркантильных таких сильно интересов и как бы в детстве наверное дети все-таки начинают дружить вместе по каким-то внутренним своим ну да я даже не могу не могу объяснить ну дети как-то они подбираются это может по интересам может как-то по единому мысли может ну не знаю по каким-то своим критериям вот я скажу что да вот самая крепкая дружба у меня таки осталась с детства то есть у меня есть две подруги которые совершенно с детства когда я была еще совсем маленькая потом у меня есть две подруги с ну как сказать с отрочества то есть когда мне было 13 лет я познакомилась до сих пор у меня эти подруги тоже и также остались подруги ну сослуживицы то есть тоже две девушки с которыми мы проработали почти 20 лет на заводе вот также есть очень хорошие ну не подруги а как знакомые но тоже до сих пор вот мы общаемся и все хорошо вообще я скажу что в России как бы у меня проблем с подругами вообще никогда не было то есть в любой момент если мне надо было мы собирались мы друг друга поддерживали мы там разговаривали хотя и у нас уже были и проблемы и семья и дети и нехватка времени и все равно мы как-то встречались хочу сказать что вот в старшем возрасте вот когда тебе уже за там за 30 за 40 мне уже кажется что нереально найти человека которого можно назвать там другом подругой потому что нет это уже люди которые к тебе как бы с тобой общаются за какого-то интереса мне вот так кажется вот знаете вот 10 лет вот я здесь в Испании я не могу сказать что у меня здесь была была подруга как бы душевная подруга такая вот как например у меня была в России Ирина там и Лена нет у меня таких здесь подруг не было я до сих пор в хороших отношениях с подругой с которыми мы приехали с Ириной но так как нас так ну разбросала судьба она в жиру не живет я живу в Люретте мы только только по телефону изредка встречаемся изредка видимся ну тоже отношения достаточно у нас ровные мы друг друга поддерживаем все все знакомые какие с которыми я здесь познакомилась это не это не были подруги это просто ну ну так получилось мне кажется что это все связано с тем что с испанками конечно дружить практически невозможно потому что испанцы они к себе близко не подпускают ну они так вот сходили в кафе поболтали и ушли то есть как бы невозможно с ними по душам разговаривать как вот мы вот привыкли души выворачивать все это рассказывать о своих там каких-то бедах в Испании это не принято в Испании принято прийти похихикать порадоваться и уйти и типа никого своими проблемами не грузить вот и тоже пыталась я общаться с марокканкой с одной но все это вышло очень плачевно она начала меня втягивать вот эту свою религию трясти этим Кораном у меня перед глазами ну в общем ну мне стало очень дискомфортно с ней общаться я прекратила с ней общение при том как-то ну я особо много с ней не общалась ну очень редко я с ней общалась я никогда не давала ей повода думать что я какая-то ее подруга не знаю и сейчас вот после вот ну я не знаю мне показалось что я показала ей что мне не нравится вообще вот это вот стремление навязать эту веру их тем более совсем другой веры вот но я все равно испытываю дискомфорт когда вижу ее встречаюсь с ней разговариваю мне мне неприятно мне кажется что она может на что-то больше надеялась или вот о том вот о том-то и речь что сказать что вот меня здесь предали подруги ну может быть это я так считала что они подруги если так сильно подумать то получается что не были совершенно подругами ну вот например первые вот восемь лет я общалась у нас была компания довольно ровно я с ними общалась ну как бы я считала что они подруги подруги по Испании у меня много фотографий есть даже видео где мы вместе ну понимаете вот когда я начала меняться когда ну как бы у меня появилось желание что-то новое узнать как-то чему-то научиться у меня какие-то появились интересы и у меня сильно поменялась жизнь потому что я встретила Лешу то они от меня отвернулись ну сказать что это зависть я не знаю может это не зависть может это то что как бы стало совпадение может интересов непонимания потому что последнее время я помню что общение всегда заканчивалось каким-то раздражением нетерпением какой-то критики со стороны вот нежелание как бы вот подруги подруги как бы же поддержать должны сказать например что например когда у меня Ирина вот мне позвонила сказала я иду на бухгалтерские курсы я ей сказала молодец иди ты такая молодец ты всю жизнь была бухгалтером давай курсы закончишь может быть и повезет найдешь лучшую работу и сейчас она на английский язык ходит я у меня же в мыслях нет ни сказать зачем тебе этот английский язык хочет человек пусть уходит но почему-то со стороны подруг бывших мое стремление что-то познавать новое учиться вот это мое хобби ютуб потом хобби изучения иностранных языков их почему-то стало сильно раздражать и в общем как бы по обоюдным желаниям мы расстались и не стали больше общаться ну вообще прекратили общение ну потому что я видела что ну людей раздражает вот как только я открывала рот начинала что-то рассказать про ютуб или там про учебу какую-то я видела как люди вокруг меня начинали сразу раздражаться и последнее время вот я даже видела что ну как бы они изо всех сил пытались мне даже рот заткнуть чтобы я ничего не говорила ну это конечно больно было после стольких лет и такое непонимание ну обидно стало ну да мне было обидно ну может быть я тоже как-то со своей стороны не права была я очень сильно обиделась тогда может быть надо было как-то ну пытаться понять может их пытаться но не знаю мне тогда вот было такое чувство что они мне ну что я лишняя у них в компании что вот они пытаются от меня избавиться вот и я говорю что дружбы как таковой здесь не получается например вот последняя у меня была как я думала подружка она ну может это я думала что она мне подружка близкий человек но видимо она так не думала скорее всего она так не думала пока у нее были какие-то может эмоциональные проблемы может быть ей нужна была какая-то поддержка какие-то интересы ко мне может у нее когда были я не знаю я в чужую голову залезть не могу а я может ошибочно это приняла за желание дружить со мной и потом знаете вот я вообще человек рассудительный и вообще медлительный я знаю что в моей жизни были такие активные женщины которые всегда признавали что я их сильно раздражаю тем что я медленно разговариваю что я вот рассуждаю все время что я ну не слишком ну как бы боязливая что я 10 раз подумаю прежде что-то сделать ну понимаете женщины таких активных это это раздражает вот я хочу сказать что вот когда ну люди рассказывают что типа меня человек там предал друг мне предал ну надо всегда знаете как думать что вы допустим когда общались с этим человеком у вас был свой интерес ну то есть интерес иметь близкого человека рядом какую-то эмоциональную поддержку ну понимание а вы же не знаете с какой целью приблизился к вам человек может быть у него в голове совсем были другие какие-то какие-то мотивы какие-то какие-то интересы и понимаете я думаю что скорее всего почему исчезает этот человек потому что он например не видит не видит исполнения своих интересов может не видит как бы отдачи не видит ну не видит того что он хотел как бы видеть от этого человека ну тоже винить другого человека тоже сложно потому что может быть он ошибался может быть он думал что тоже хочет иметь такого друга а в процессе общения ну люди как мужчины с женщиной тоже так же ведь много таких случаев когда мужчина с женщиной сходится им кажется что они друг друга любят а проходит время и люди понимают что они друг другу совершенно не подходят разные интересы разное стремление было разные какие-то там планы на жизнь и разные мысли были понимаете это вот тяжело да встретить родного близкого человека на пути это очень тяжело понимаете с возрастом оно еще тяжелее мне кажется вот в детстве вот нет этого меркантильного может отношения поэтому люди как-то ну сходится может по интересам может я называю это когда ты с человеком на одной волне то есть когда ты на одной волне а когда диссонанс то невозможно дружить вот вы никогда не замечали вот что иногда ну вы знакомитесь с человеком то есть он заходит он ничего ни слова не сказал там в компанию в новую пришел он еще ни слова не сказал он ничего не сделал а вас уже этот человек раздражает как ну не знаю видеть его не можете я это тоже видела я тоже видела что вот когда у нас была достаточно большая компания раньше у нас и по 10 и по 12 человек и я знаете я всегда видела когда вот какое отношение вот я вызываю в компании то есть я всегда видела когда по взгляду по манерам что я человека раздражаю ну ну извините вот я такой человек медлительный может рассудительный кого-то вот это раздражает это мне комментарии тоже такие же пишут что я это торможу что я там это ну не знаю всякую ну я такой флегматичный человек у каждого человека свой темперамент и никто не заставляет никого с кем дружить не нравится не надо дружить ну вот я не понимаю вот я какой вот я человек вот у меня тоже такое же было что вот я помню в школе у меня такое было что к нам привели нового мальчика в класс вот и когда он зашел у меня внутри поднялось такое какое-то ощущение такого раздражения и вот я даже на него смотреть не могла я ну мальчик обыкновенный был ничего в нем омерзительного не было обыкновенный ну как все мальчики вообще непонятно почему от чего это происходит ну то же самое что сколько мы здесь общались тоже с русскими тоже вот очень часто даже вот когда встречаешься на улице там туристы хотят что-то спросить там узнать я конечно всегда помогаю и вот вот это вот видно когда человек как бы ну с тобой начинает разговаривать радуется что вот ну может пообщаться а бывают моменты когда ты видишь что вот человек прямо раздражается сильно вот я даже последнее время совершенно перестала общаться с русскими туристами потому что не потому что все русские туристы вот прямо все будут плохие все будут на меня кидаться ну просто у меня уже такой появился здесь опыт что у меня уже мне уже раз-два нахамили и поэтому как бы ты начинаешь как обжегшись на молоке начинаешь на воду дуть как говорят да и ты начинаешь бояться ну нет если ко мне подход человек сразу же как бы радушно настроен разговариваться но я нет я конечно всегда разговариваю но вот сама вот даже знаете вот такая ситуация раньше я когда видела что в магазине русские наши пытаются ну не понимают что на коробке написано вот знаете такой ведь степени тяжело вот например у нас три вида молока одно молоко значит цельное энтеро и семи деснотаду и деснотаду значит деснотаду это совсем одна вода то есть абсолютно обезжиренная ну семи деснотаду это ну такая как бы это чуть-чуть молоком пахнет и энтеро это вот именно нормальное молоко вы представляете турист подходит но он видит что коробка из-под молока и он же не понимает он берет там может деснотаду и я вот вот помню что как бы я подхожу и говорю что вот это очень сильно обезжиренное молоко вот это лучше возьмите и знаете вот все время разная разная вот реакция раза два меня поблагодарили но один раз мне сказать тебе какое дело ну то есть вот ну вот и мне вот один раз сказали тебе какое дело и вот я вот теперь вот когда вижу когда русские туристы мучаются в магазине вот например и ну на коробке не понимают что написано им что-то надо и вот знаете я вот еще и Леша мне говорит что тебе больше всех надо типа не подходи ничего не говори что говорит мало на тебя еще это на хамеле тебе еще что-ли хочешь ну вот искренне нет почему это со мной происходит потому что я сама помню сколько раз я всякого дерьма покупала потом выкидывала и как бы мне бы вот например тогда бы пригодилась такая помощь если бы мне бы объясняли что можно взять что нельзя вот и то же самое в магазине я помню тогда женщины две женщины мне это не могли объяснить что им надо надо было продавцу я им помогла они развернулись ушли они мне даже спасибо не сказали у меня было такое впечатление что меня облили при том с ног еще вот это вот оценивающий неприятный взгляд русских у испанцев такого нет испанец когда он на тебя смотрит он смотрит на лицо он улыбается он там всегда готов помочь а русские они начинают тебя с ног до головы рассматривать и обычно женщины с презрением потому что как бы мы здесь вливаемся как бы ассимилируемся с испанками и раз они вот больно-то за собой не следят то и мы-то особо уже перестаем тоже сильно за собой следить там какие-то маникюры невероятные делать на каблучищах ходить вот на каблуках я вообще уже я не знаю сколько лет я и не собираюсь на этих каблуках ходить в общем ну и одежда у меня довольно такая спортивная вот хочу рассказать историю вот недавно произошла со мной я зашла в наш этот магазин овощной который индусы держат и там у нас есть такой продавец он в Таджикистане учился и он достаточно хорошо на русском языке разговаривает и зашли женщины я сразу нет когда они зашли я не поняла что это русские ну потому что на них была одежда европейская я потом они заговорили по-русски я подумала что они с Прибалтики но когда ребенок у одной из девушек зашалил и она по-французски ему сказала чтобы он не делал этого я поняла что они видимо тоже где-то живут во Франции и приехали с мужьями отдохнуть и знаете я сразу же без страха к ним подошла подошла и они между собой стали разговаривать что им взять я говорю вот возьмите лучше вот это вот это возьмите вот они спрашивают а почему там например дыни нет я говорю потому что еще не сезон арбузов нет не сезон потому и нету а потом одна из них спросила а почему типа он так хорошо по-русски разговаривает я говорю он из Таджикистана я говорю он вам не рассказывает потому что ему уже наверное надоело всем рассказывать вот и потом мы шли мы все купили и оказалось даже что они в нашем доме живут и мы вот по дороге шли с ними разговаривали так легко было разговаривать я восхищалась тем что они говорят на французском языке они восхищались тем что я на испанском говорю в общем мы шли веселились и когда вот я домой пришла я поняла что вот все таки ну как бы люди которые живут за границей все равно менталитет меняется и вот ну гораздо проще я тоже заметила что вот когда приезжают с Германии вот тоже туристы русские ну как русские немцы у нас называют с Израиля тоже я видела вот с ними я вообще без проблем сразу общаюсь мы все это обсуждаем у кого какие коммунальные услуги какие налоги все это вот интересно а вот общение вот именно вот с русскими вот которые вот с Россией приехали вообще скажу что ну ну просто я стала опасаться этого вот опасаться и конечно очень обидно я я хочу иметь подруг я хочу с кем-то гулять на улице разговаривать естественно я живой человек но но понимаете вот найти именно вот такого человека который ну не будет притворяться что что ты ему подходишь будут с тобой общаться здесь очень сложно понимаете вот ну мне кажется что та же самая причина что человек не может найти подходящего себе человека и общается с тем ну кто поблизости и при том еще притворяется что как бы вот я я не могу притворяться если мне человек не нравится если мне с ним не комфортно он сколько мы с Лешей вот ходили в рестораны с нашими вот общались тоже были наши ну я же с этими женщинами не смогла общаться ну они я не знаю как объяснить они не вызвали ни я не вызвала у них интереса во-первых ни они у меня никакого интереса не вызвали и мы нет они стали общаться так и Леша говорит а почему ты вот с той не общаешься с другой говорю да она со мной тоже не общается да как я говорю буду сама что ли навязываться мне я говорю это не надо вот ну вот такая вот у меня тема о предательстве я думаю что скорее всего причина предательства потому что мы как бы знакомясь с человеком ну ждем от него чего-то такого что этот человек не собирается нам давать и он при том и не думает что вы от него это ждете он не знает и сложно и сложно объяснить это почему если ты например все время ну вот это вообще очень сложно понять что долгое время например первые у меня подруги какие были что долгое время я значит их не раздражала а вдруг последний год начала их раздражать при том очень сильно начала раздражать и они они даже это перестали скрывать обидно конечно было очень обидно и поэтому я стала читать литературу на эту поэту вот такой я человек вот такой человек передо мной какой-то возникает вопрос я просто в гугле набираю я читаю статьи и вот я где-то около трех статей прочитала о предательстве в основном это вот эгоизм когда человек общается с тобой пока у него какие-то есть интересы ну это не обязательно материально нет это какие-то может свои какие-то интересы а когда этот человек не получает того что как бы он хотел получать или что он планировал получать он естественно это перестает общаться ну то же самое про себя тоже хочу сказать почему перестала общаться с испанскими женщинами ну то есть я с ними улыбаюсь разговариваю но как бы ходить с ними в бар и разговаривать мне не интересно с ними мне с ними скучно я они знаете они часами разговаривают про еду вот что они там поели что и при том их совершенно невозможно сбить с их темы сколько раз пыталась поменять тему начать о чем-то другом разговаривать но они меня извешливости выслушивают и обратно начинают разговаривать про свою эту еду потом еще мне очень не нравится в испанских женщинах что они очень откровенно обсуждают свои сексуальные какие-то проблемы с мужем при том они даже могут рассказывать что им не понравилось как он в какой позе что им не так сделать я все-таки выросла в советском союзе в котором секса не было была любовь вы знаете мне всегда не нравится когда говорят что в советском союзе типа сказать что секса не было но ведь женщина в конце добавила что у нас не было секса у нас была любовь это она хотела сказать и поэтому я такая воспитанная в таких традициях советских я не понимаю как это я могу с посторонним человеком обсуждать какие-то там отношения с мужем в постели это ну для меня это просто табо я не могу это вынести и естественно я стою у меня глаза на лоб начинают лезть и когда они поворачиваются от меня ждут такой же откровенности я начинаю говорить что извините но у нас не принято это обсуждать мы такие вещи не обсуждаем я не буду с вами это обсуждать ну знаете есть конечно сейчас ну наверное среди молодежи сейчас я мне 50 лет сразу скажу что и может среди молодежи сейчас тоже так принято обсуждать но как бы вот мое поколение мы к этому не привыкли меня это коробит ну что меня еще коробит в испанках ну во-первых что они все время одно и то же говорят вот это вот раньше когда я ну первые годы когда я с ними общалась я думала что может они все одно и то же говорят что думают что я плохо понимаю но потом я поняла что нет что это вот у них эта манера без конца пережевывать одно и то же одно и то же одно и то же вот голова может взорваться и при том их сбить с этой темы совершенно невозможно потом еще мне что не нравится что они совершенно не интересуются вообще как бы там я не про политику говорю, а вообще как бы у них узкие какие-то вот такие вот эти интересы и если ты делаешь шаг в сторону от их интересов, то есть о чем они говорят, они просто вежливо опять слушают и они тебя не поддерживают то есть у них очень такие зажатые интересы, я даже вообще не знаю иногда о чем с ними разговаривать о чем не начнешь говорить, они ничего не знают вот единственное, что вот у меня сейчас говорю, что есть Кристоф вот француз, сосед и раньше она бывшая соседка, сейчас она к сожалению переехала кати француженка, вот с ними я могу разговаривать долго, вот с ними мы можем по полчаса я не... они как бы назвать их тоже друзьями сложно но вот этот вакуум общение вот вакуум вот они здорово заполняют вот я с Кристофом вот он когда там карусельку свою включает там когда у него нет народу я ему не мешаю когда много народу я не подхожу когда нет народу мы с ним на многие темы беседуем вообще и Кристоф больше городов знает российских вообще много знает про Россию не так как испанцы думают, что в России есть только Москва и Санкт-Петербург ну еще некоторые в познаниях могут сказать что там есть большая Сибирь вот это вот они еще могут такое сказать где там все время зима и никогда не бывает лето ну то есть вот в познании испанца они так удивляются когда говорят что у нас в России есть море тоже черное и что такая же погода и что мы точно так же ездим как на курорт на море на черное у них шарен на лоб лезут они не могут поверить что в России бывает тепло они все время думают что в России все время холодно вот ну я конечно эти стереотипы не буду вам перерассказывать это все блогеры одно и то же рассказывают еще знаете я вот это вот ну не буду эти снимать вот видео там про про мат испанский там ну что мне нравится в Испании что не нравится вы знаете вот я посмотрела столько этого всего я ничего к этому не могу добавить ну что я могу добавить там что мне нравится что не нравится и тем более что у меня уже не свежий взгляд вот на это вот даже ну что я могу сказать что мне не нравится в Испании конечно мне сейчас не нравится это безработица что очень тяжело найти работу плюс добавилось что мне уже 50 лет ещё вдвойне тяжело найти работу. Для меня вот только этот минус. А то, что они болтуны, обманщики, что у них всё маньяна. Я к этому уже так привыкла, ну, не знаю. Для меня это как-то уже... Когда ты знаешь, что ждать от человека, ты же потом не сердишься на него. А что нравится? Да что нравится, конечно, то, что... Мне вот самое главное, что нравится в Испании, это уверенность в завтрашнем дне. Хотя сейчас можно думать, что какой-то уверенности как таковой уже и нет, но у меня всё равно есть ощущение, что я не останусь на улице, что я не сдохну с голода, что мне не придётся стоять на паперти и просить подаяния. Мне так кажется, что и в старости я не буду выброшена на улицу. Ну, может, конечно, я ошибаюсь, но у меня такое вот ощущение, когда я живу в Испании, вот это ощущение вот уверенности в завтрашнем дне. Вот. И я думаю, я исчерпала вот эту тему. Я хочу узнать ваше мнение. Вот ваше мнение насчёт вот как вот вы относитесь вообще к предательству, как, почему оно, от чего происходит. Я думаю, чтобы как бы не сильно, как бы больно, чтобы не было этого, надо всегда надеяться только на себя. И вообще и психологи, даже у психолога я одного прочитала, чтобы предательство не сильно било вас по, ну, как по вашей жизни, как по вашему мировоззрению. Просто человек всегда сам должен надеяться только на себя. Если вы будете надеяться только на себя, то, ну, будет, конечно, неприятно, но оно не будет так больно. Потому что, как бы, если ты возлагаешь какие-то там надежды на человека, и потом, оказывается, они не оправдываются, это очень тяжело. Когда ты все надежды возлагаешь только на себя, когда ты планируешь что-то в будущем, что всё это будешь делать ты, а не кто-то за тебя сделает, то, естественно, это гораздо легче. Ну вот, такое вот я видео на эту тему записала. И следующее видео хочу поговорить. У меня давно вопрос был, но я никак сосредоточиться не могла о славянских семьях. Ну, то есть, когда женщина славянка, а мужчина иностранец. Я не буду говорить именно, что испанец. Я потому что думаю, что это одинаково. Одинаково, что испанец, что итальянец, что американец. Вот я на эту хочу тему. Ну, конечно, скажу, что думаю из своего опыта, как жить с иностранцем. Ну, большое спасибо. Жду от вас комментариев. Жду, чтобы вы поделились со мной своим опытом, с отношением вот к этому. Я думаю, что каждый человек в своей жизни это пережил. Знает, как это тяжело. Ну, я думаю, что, знаете, у меня вот как бы самые болезненные предательства, вот такие, что вот я страдала, они у меня были только в молодости, когда мне там было 17, там 18 лет. А как-то, ну, чем старше становишься, тем у тебя как иммунитет, что ли, от этого. Или ты всё-таки понимаешь, что надеяться может только на себя, и как бы уже более лояльно, может, относишься к поведению людей. Мы все должны помнить, что мы все люди, мы все, ну, как, со своими проблемами, со своими недостатками, со своими слабостями. Так что, ну, как мне один раз сын сказал, знаете, мне так понравилось, что наша жизнь, она похожа на поезд. Поезд, в который люди входят и выходят. То есть какой-то промежуток времени с вами едут попутчики, потом они выходят, потом заходят другие. Вот вам не кажется, что наша жизнь, вот такой поезд, в который входят и выходят люди. И даже иногда бывает, что идет следующая остановка, и человек, который много лет назад вышел, с поезда обратно вошел, такое же тоже бывает. Вот это очень интересно. Ну, я думаю, что это была для вас интересная тема, не занудная. До свидания, всем удачи, всем продолжение майских праздников, потому что я думаю, что у вас все еще там праздники, у нас никаких праздников нет. До свидания. и... 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 Продолжение следует...